А я приглашаю на сцену предпоследнюю команду Job Team. Аплодисменты ребятам! Вам вручается волшебный микрофон, одна штука. И мы подключаем ноутбук. Видите, видите, у нас процесс пошел, быстро подключаются. Добрый день, я Павел Хромеев и мой коллега Сергей Хохулин. Будем представлять проект по конвейерной обработке изображений на мобильном устройстве. Значит, в данном случае проект доступен под iPad. Мы будем показывать его в симуляторе. Часто пользователи, которые много используют фотоаппарат, фотографируют довольно много снимков, сталкиваются с проблемой, что хочется в своей снимке как-то показать знакомым, а тратить значительное время на обработку изображений, допустим, в Adobe Photoshop, желаний или времени нет. Соответственно, представьте себе ситуацию, как, например, я в роли фотографа схожу, например, с ребенком в своем зоопарке, сфотографирую 700 снимков разных животных и потом захочу показать их, например, своему другу. При этом у меня часть снимков будут неровными. Например, пусть, может быть, я их снимал даже не я, например, а мой сын, трехлетний. При этом получается, что, допустим, на большой снимке у меня в правом нижнем углу маленький жираф, и я именно его хочу показать. Для того, чтобы я мог показать знакомому эту фотографию жирафа, мне не нужен весь снимок, и мне нужно на мобильном устройстве быстро откадрировать изображение и оставить себе для устройства исключительное изображение этого жирафа, адаптированное по высоте и ширине под мой девайс, под мой, например, iPad. И, соответственно, я могу захотеть, возможно, повысить резкость или выправить баланс белого, или применить какой-то другой фильтр для изображения. И, собственно, такое измененное изображение хочу себе сохранить. В данном случае в приложении доступны снимки, сделанные на iPad, то есть стандартная галерея. Пользователь может выбрать один или несколько снимков, и у него появится экран с конвейерной обработкой. Предполагается, что пользователь в правом меню выбирает несколько действий и делает им предварительные настройки. Например, он говорит, что я хочу себе рамку для всех фотографий, которые я буду делать, допустим, 1024 на 768. Соответственно, он сможет рамку именно с таким соотношением сторон двигать по своей реальной картинке и выбрать ту часть снимка, которую он хочет получить. Также ему доступны другие фильтры, которые он может добавлять, менять порядок. Мы знаем, что от порядка применения действий иногда зависит результат. Ну и, естественно, действие, которое ему не нужно, он может удалять. Значит, сейчас мы применим действие вырезать и получим наше изображение, сохраненное в галерею iPad. Собственно, предполагается для этого приложения монетизация. Мы знаем, что часть фильтров даже на компьютере применяется значительное время. Например, построение карты высот на снимке с большим разрешением. Мы предполагаем, что для этого будет удобно использовать сервер, то есть, получается, облачный сервис, который будет выполнять эту работу за клиента. Для пользователей, которые пользуются бесплатной версией приложения, во время выполнения операции сервером может быть отображена реклама. Возможно, пользователь заинтересуется, сможет кликнуть по ней, и мы получим свою копейку. Либо, соответственно, для пользователей, которые не хотят ждать, могут получить большие ресурсы от сервера при выполнении этих операций и не видеть никакой рекламы и приступить сразу же к обработке следующего снимка. Придемонстрируя все это в приложении, мы не можем. Спасибо за внимание. Аплодисменты ребятам. Напоминаю, что это было все сделано в стрессовой ситуации за 48 часов при поддержке только собственного интеллекта, пиццы, колы и нас. Поэтому, уважаемые жюри, ваши вопросы. У вас вообще не было домашних заказового? Они зарегистрировались, но опоздали. В первый день пришли к началу второго. Не к началу. Во второй половине вчерашнего дня мы пришли. Для меня это начало. А как инстаграм, в чем получается? Конвейер, если что можно показать, да, сразу много фотографий. Ну, не только много фотографий, которым ты применяешь сразу заранее настроено, много фильтров. Фильтры имеют, скажем так, свойство автовыполнения или нет. То есть, если ты не поставил ему галочку автовыполнения, он будет ждать твоей реакции, например, настроить рамку, и ты сможешь его применить, ну, подредактировав. Или не выполнить совсем. А если, соответственно, ты поставил автовыполнение, он у тебя как конвейер сразу выполнен, перейдет к следующему снимку. Из фотогалереи iPad. Собственно, библиотека для того, чтобы забирать снимки, была готова, но это набертка над Asset Library, ну, как бы стандартной библиотекой. Что вы хотите сделать за время Хакатона? За время Хакатона мы подружили, ну, мы хотели сделать сначала совсем кросс-платформенное решение. Соответственно, внутри iPad, где загрузка снимков и часть фильтров выполняется силами Objective-C, внутри крутится JavaScript, который предполагает кросс-платформенную обработку. И в том числе написан сервер, но вот в рамках Хакатона мы не успели их подружить. А фильтры у вас будут делать? Часть фильтров будет локально выполняться, ну, то есть библиотеками надо имидж локальными. Например, обработка изображения вида, ну, там, какие-нибудь перевести в серый цвет, да, делается простым там циклом или стандартным. Про амонизацию я сказал, что мы можем, ну, поскольку будет сервер, то, соответственно, ну, можно… В данном случае это открытый вопрос. Все приложения в App Store стоят 99 центов. Ну что ж, еще раз аплодисменты ребятам, спасибо вам, что выступили. Вот, может быть, это не очень красиво, но это очень круто.